Ракета Маврик Ракета Маврик Ракета Маврик Это клавиша, запятая, точка, косая черта, точка, запятая. Дистанция до точки целеуказания видна под целеуказателем в морских милях. В нижнем левом углу ELS расположен блок данных, в верхней части которого отображается число оставшихся ракет данного типа. Ракеты Maverick могут быть подвешены только на третью и девятую пилоны. На панели ECB будут обозначаться как его. Активный пилон Maverick будет отвечать зеленой точкой в нижнем левом углу индикатора состояния оружия. Изображение ГСН-ракета входит на телевизионный индикатор. Линия визирования обзора ГСН связана с меткой целеуказателя на ELS. Как и целеуказатель, вы можете перемещать центр обзора ГСН на телевизионном индикаторе, используя клавиши запятая, точка, косая черта, точка, запятая. Маленький крестик на телевизионном индикаторе называется метку голового положения оси ГСН. Он указывает направление обзора ГСН-ракеты. Если перекрестие находится ниже и левее центра индикатора, значит центр поля обзора ГСН направлен вниз и левее относительно оси самолета. HM-65T использует два поля зрения. Узкое с увеличением шестикратным и широкое с увеличением трехкратным. Вы можете переключать кратность клавишами плюс и минус. Перед нами находятся две группы танков Т-55. Первая группа отмечена оранжевым дымом. Для начала атаки нужно перевести линию визирования ГСН в район цели, используя клавиши запятая точка, косая черта, точка, запятая. Затем нажать клавишу Enter, чтобы стабилизировать цель-указатель в этой точке. Затем перемещаем перекрестие на желаемую цель и ждем захвата цели. У меня захвата отмиграющая метра нового положения оси ГСН. Когда цель захвачена, нажимаем правый Alt-Space, чтобы произвести пуск Maverick. Субтитры создавал DimaTorzok Крупа уничтожена. Субтитры создавал DimaTorzok